Огромное количество денег, бюджетных, расходуется не по назначению. По самым склонным подсчетам, это десятки, а может быть даже сотни миллионов рублей. Это провластные депутаты, которые выбрали своего провластного мэра. Рано или поздно все режимы падают. Рано или поздно. Всегда необходимо защищать свои права. В любой ситуации. Ну, господи, я на войне-то особенно не боялся. Потому что, скажем так... На какой войне вы были? А, ну, на афганской войне, полтора года. А почему вы не боитесь? Ну, уже боялся как-то. И, скажем так, у меня уже возраст такой, что бояться уже стыдно. Российские законы здесь не работают. Здесь работают местные белгородские понятия. Ну, одним из наиболее таких значимых, запоминающихся проектов, которыми я занимался, это защита Нижнеальшанского леса. С лета 2014 года я занимаюсь этим проектом до сегодняшнего дня. Местные власти и местные олигархи облюбовали его для своего коттеджного поселка Сосновый Бор. Ну, естественно, областной суд принял сторону местных олигархов и властей. Но вдруг, по-моему, в феврале 2015 года произошло чудо. Лес вырублен примерно на площади 2-3 гектара. Ну, смотрите, открыто. Открытым образом, никого не боясь, на всех наплевав, наплевав на этот Верховный суд. Корчуют, вырубают, ровняют землю под новые застройки. Всем на все плевать. Еще одним из интересных эпизодов моей правозащитной деятельности была борьба белгородских автоперевозчиков с мэрией города Белгорода, с администрацией города Белгорода и с провластными автоперевозчиками. 40 лет я проработан на этом предприятии и остался без работы. В Старом Осколе состоялся незаурядный митинг-флешмоб, главной целью которого является объективное расследование на местном рынке пассажирских перевозок. Чиновники путем методично срежиссированного прессинга со стороны контролирующих организаций активно выдавливают их с рынка транспортных услуг, перераспределяя освободившиеся маршруты в пользу компаний, являющихся их фаворитами. Отчаявшись найти справедливость, шоферы составили из автобусов обращение «Путин, помоги!» Советник губернатора Белгородской области Егор Красников. Вот под его руководством десятки автобусов, этих независимых автоперевозчиков, в темные ночи были угнаны с их стоянок. Я прошу, чтобы вы остались. Мы ждем милицию. Вы меня побили, я требую, чтобы вы остались. Говорю, гражданин, мы ждем милицию, не уходите. Вызвана милиция, сейчас приедет участковый. Да ты на меня напал. Вы на меня напали. Я вам серьезно говорю, они дам вам уехать, мы ждем милицию. Убейте, я тебе сейчас, ну, иб***ь, раз и б***ь, сдохнешь. Вот так у нас работает администрация. Мы ездили в Ростнадзор, в Москву, в Управление Следственного комитета, в Генеральную прокуратуру, в Управление МВД Российской Федерации. Мы общались на уровне руководства, на личных приемах с руководством МВД Российской Федерации. И на какое-то время, видимо, из Москвы поступали сигналы прекратить незаконные атаки на этих автоперевозчиков. Кому пришла в голову идея создать белгородское отделение профсоюза? Это как раз тот случай, когда эта идея пришла обоюдно. Она обитала в лужахе. Да, обитала. Она уже накапливалась. Это уже, знаете, какой-то нарыв был. Мировой опыт показывает, что эффективная борьба происходит только за счет солидарности или на основе солидарности трудящейся. Учитывая, какая патовая ситуация уже в транспортной сфере у нас, на территории Белгородской области, мы решили все коединение. Только единение позволит нам оставить свои интересы. 15 июля 2021 года мы создали первичную постсоюзную организацию. Дело в том, что подобная ситуация длится уже более двух лет. Администрация города Белгорода всегда блокирует проведение моих публичных мероприятий оппозиционной направленности. Администрация города Белгородской области Понятно, что возможности в России для нас очень ограничены. Мы подаем в суд, доводим дело до Верховного суда, а потом подаем жалобы в Европейский суд по правам человека по поводу ограничения нашего права, то есть нарушения нашего права на свободу собраний, свободу выражения мнений. И все данные жалобы уже зарегистрированы в Европейском суде по правам человека. Это же еще коммуницированные жалобы на последнем этапе. Да, естественно, какая-то часть жалоб уже коммуницирована. То есть они признаны приемлемыми для рассмотрения? Да, они признаны приемлемыми для рассмотрения в Европейском суде. Но ждем только лишь, когда они будут рассмотрены. Я уже ничему не удивлюсь в Путинской России, ничему абсолютно не удивлюсь. За красивыми рассказами из телевизора на самом-то деле идет полное ущемление прав граждан, падение зарплат, патологический рост цен. Я тут давеча общался с одной бабушкой, она просто рыдает и плачет. Там пенсии 10, за квартиру 7. Я говорю, ну так это ж стабильность, вы же хотели стабильности. Вот вы ее получили.